— Губернатор Тульской области, скажите, пожалуйста, а у вас беженцы из Украины есть, работают, не работают, нашли работу? — Пётр, спасибо большое за вопрос. Я как раз хотел сказать, мы говорим о серьезных, важных материях, но самое главное, мы иногда забываем говорить о простых людях. — Да, есть повседневная жизнь. — Да, в Тульской области более 8 тысяч беженцев. Вот мой день начинается с проблемами беженцев, и он же этими проблемами и заканчивается. — У нас все беженцы размещены в нормальных, комфортных условиях. Все дети ходят в детский сад и школу, техникумы. Мы, 80% людей, которые приехали к нам, трудоустроили. — И еще хочу сказать, мы сегодня говорим о том, что почти 80% беженцев, которые находятся на территории Тульской области, подали заявление о получении российского гражданства. — Это те люди, это, кстати, высококвалифицированные люди, и они не брошены. И я хотел бы поблагодарить всех Тульяков за то, что они помогли нам помочь с одеждой, ну, со всем, что не нужно было, просто по-человечески. — Поэтому безответственные действия украинских властей, они приводят к тому, что простые люди вынуждены покидать свои места проживания и передвигаться в другие территории. — Он защищает свою территорию, а господин Груздев защищает граждан Украины, понимаете? То есть Украина защищает свою территорию, а господин Груздев защищает непосредственно людей, которые живут в Украине. — Я хочу сказать... — Александр, секунду, пожалуйста. — Это очень важный момент, тоже хочу сказать. Вот когда я разговариваю с людьми, почему вы приняли решение приехать в Россию, а не остаться в Украине, уехать в ту территорию, где нет конфликта? — Говорят, мы там никому не нужны. Мы понимаем, что когда мы приезжаем в Россию, мы получим поддержку и помощь. — Ну, отлично. — Владимир Владимирович, значит, вот мы... — Других территорий. — Что? Вообще это возможно? Вот это все? Технопарки, налоговые льготы, отмена проверок... — Да, изменение структуры экономики. — Да, изменение структуры экономики. Скажите нам, как человек, который на земле работает. — Это не только возможно, это и делается. Более того, хочу вам сказать, что мне поручено подготовить заседание Большого Государственного Совета, которое пройдет в марте месяце в Кремле, и на котором будут обсуждены конкретные меры поддержки малого и среднего бизнеса. И вот все, о чем говорит Александр, то, о чем говорит Сергей, у нас нет другого пути. Действительно, время, когда были высокие цены на нефть с 2005 года по текущий год, мы действительно это время, к сожалению, для определенных структурных изменений потеряли. Но сделано тоже достаточно много. Посмотрите, автопром, 80% автомобилей производится на территории Российской Федерации. Хотя, неважно, это наши российские... Хотя, допустим, ФЦП фармации, к сожалению, мы ее провалили. Там выполнение всего 30%. — Лекарства, то есть вы имеете в виду производство лекарств. — Да, поэтому 70% лекарств, к сожалению, остаются импортными. И вот здесь моя основная задача, как руководителя рабочей группы, которая готовит в это заседание Государственного Совета, подготовить его с конкретными предложениями. Президент сказал о том, что не повышение налогов. Но мы будем предлагать и понижение налогов для наших малых и средних предпринимателей. Возможно, мы будем предлагать следующую форму. Каждый будет иметь право на регистрацию предприятия, которое будет иметь налоговую каникулу, чем бы это предприятие ни занималось, на определенный срок. Но это право будет один раз в жизни. Зарегистрировал предприятие, пожалуйста, получил, используя эту возможность. У нас есть возможности по экспорту наших ресурсов, но эти возможности мы должны направлять, прежде всего, на обеспечение нашей национальной безопасности, обороноспособности, в конце концов, нашего суверенитета. А дальше вопрос самозанятости. Малый и средний бизнес обеспечивают высокую самозанятость населения. И, Петр, еще очень важный вопрос. Вот у нас много фильмов и передач, мы смотрим с вами про бандитов и так далее. Снимите хоть одну нормальную передачу предпринимателей. Хоть одну. Популяризация таких людей, она необходима. Когда мы будем этих людей не за угол загонять, понимаете, не обзывать их там словом миллиардер. Первое, что встретил Костин, когда меня увидел, сказали, ну вот, подошли наконец-то. Вот, поэтому тут вопрос совершенно другой. Понятно. Понятно. Господин Груздев, скажите, пожалуйста, что делать, что не делать? У вас все-таки... Просто не дергаться. Уже курс настолько высок, что покупать поздно. Лишние проценты комиссии платить тоже не нужно. Не дергаться жить на стоя доходы, которые у вас есть, покупать те товары, которые вам необходимы. И что касается, если есть возможность куда-то, скажем, если есть деньги, которые вы хотите потратить, ну купите себе квартиру, которая вам нужна. Если она у вас еще не куплена. И простые вещи, все. Понятно. Понятно. Простые вещи, но тем не менее, вот люди, которые сейчас нас слушают, может не имеют накоплений на квартиру, а деньги какие-то есть. Большинство людей, там 70% нашего населения, они живут на зарплату. У них накопления, они небольшие совсем. И здесь перекладывать свои небольшие накопления в валюту смысла не имеет. Просто, например, наша пара резервных валют, да, это евро и доллар, курс был 0,83 доллара за евро и был доллар 60 за евро. В два раза, так сказать, ходил курс. Поэтому и наш курс, он, конечно, сейчас есть определенная паника. Народ затоваривается там долларом, евро. Зачем? Ну смысла не имеет. Понятно. То есть дергаться уже поздно. Да не нужно. И не нужно. Уже дернулись, а мы, значит, остались с этой гречей вот нашей посетительной. Петер, ну и поверьте мне, что и гречка, вот сейчас опять пройдет, хороший был пример, когда гречка там вырастала два года назад до 80, потом откатилась снова на 40 рублей. И так же и здесь. Не нужно поддаваться, не нужно поддаваться на провокации. Понятно. Понятно.